Всем привет, это FreeStudio29.com И продолжая делать упражнения на местоимение Я выбрала на some, any, no и так далее Ибо эта тема такая популярная Её надо усвоить хорошо Поэтому сколько ни сделаем, всё будет полезно Беглари в Хамсфорд Какая-то там кража со взломом какая-то в Хамсфорде Офицеры полиции вызвали в дом на Хамсфорде прошлой ночью Дабы расследовать кражу со взломом Джеймс и Лора Стюарт вернулись в свой дом в полночь И увидели, что кто-то вломился в их дом через окно в ванной Many electrical items had been stolen and some money had also been taken Так, значит, много электрического всякого, ну как сказать, электроприборов Много электроприборов были, многие электроприборы были украдены И немного денег было также взято Так, я вот думаю здесь every или some Я думаю, что здесь some, почему? Потому что every не говорится every money по той причине, что money неисчисляемая Здесь было бы, если бы было все деньги, было бы all the money Это было бы справедливо, но all здесь нет Поэтому ставим some Далее, значит, police asked the couple's neighbors if they had seen or heard anything suspicious during the night Ну здесь ясно, здесь будет anything, никаких сомнений По той причине, что, во-первых, здесь завуалированный вопрос Он просто в косвенной речи Это одно Но еще один момент есть Если мы поставим nothing, тогда вообще никакого смысла не будет Полиция опросила соседей этой супружеской пары И слышали ли или видели они что-нибудь подозрительное Мы говорим, не видели ли они чего-нибудь подозрительного Но у нас говорится не, у них оно не говорится Значит, but no one had witnessed the crime Но никто не был свидетелем преступления Или никто не видел преступления Здесь будет no one Потому что but стоит противопоставление Они спросили, а никто не видел If you have any information about the burglary in Hamsford Or if you notice anybody acting suspiciously in the area Please call the Hamsford police station Итак, если вы имеете хоть какую-нибудь информацию Об ограблении в Hamsford Или если вы заметили кого-нибудь, хоть кого-нибудь подозрительного Или действующего подозрительно в этом районе Пожалуйста, позвоните в полицейский участок в Hamsford Итак, что мы здесь имеем? Здесь очень интересный случай Здесь вроде бы повествование Ну точнее здесь, как сказать Здесь повелительное наклонение Но это какая разница? Все равно отрицания нет, вопроса нет Поэтому предполагается, что здесь же будет some И как мы все привыкли еще с детских лет Но не забывайте, пожалуйста Что any тоже может употребляться в повествованиях Тогда, когда у нас хоть какой-то Мы хотим сказать хоть какой-то Вот здесь хоть какая-то информация у вас есть Хоть кого-то вы там заметили Поэтому здесь будет any и anybody соответственно Any help in solving the crime would be greatly appreciated Любая помощь в раскрытии преступления будет оценена Ну или будет полезна Значит здесь тоже any – любая помощь Вот такое вот дело Упражнение очень-очень легенькое Но тем не менее, наверное, разбивающие стереотипы Насчет того, что сам может быть только в утверждениях А any может быть только в отрицаниях или в вопросах Как видите, это совершенно не обязательно Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал